Стулья у нас новые, еще у нас там новенькие обои и все такое. Пассеровать или как? Балансировать. Короче, я эти слова вечно путаю. В общем, когда я иду или что-то делаю, тогда уже болтать интереснее с вами. Вот. Чуть-чуть. На глаз уже делаю. Уже просто знаю этот рецепт, что я себе делала. Всем привет, девочки мои. Начинаю новое видео. Я сейчас иду в садик за Настей. А сегодня такой день хороший. Знаете, вот солнечно, но не жарко. Нет уже такой жары. И так как лето подходит к концу, я уже решила одеть вот такое солнечное платьице, которое мне продлевает лето. Летнее такое настроение, знаете. И вот я иду, я чувствую, что я такая солнечная, все классно. Даже очки видите солнечные. Но сейчас я иду по тенистой олейке, по моей любимой тенистой олейке. Поэтому я очки подняла. Подняла. Вот уже солнышко, да, выскакивает. Ой, как классно. Вот. Сегодня Настю я отвожу на тренировку. Сегодня ее со мной не будет. Поэтому я, собственно говоря, и не планировала ничего сегодня снимать. Ну, посмотрим. Может быть, сниму, может быть, не сниму. Это будет видно. Вышла я немножечко пораньше для того, чтобы зайти. Там кое-какие свои делишки. Сейчас быстренько-быстренько поделать. Тут рядом. И бегу. В садик иду. Сейчас солнце отсвечивается от экрана. Я даже себя не очень-то сильно вижу. Не пойму. Не пойму, что на экране получается. Только общие черты свои я вижу и все. Вот. Ну, классно. Настроение хорошее, отличное. Я сегодня отдохнула, ничего не снимала, не монтировала. А нет, я утром помонтировала видео. Ну, потом отдыхала, лежала, смотрела. Сериальчик. Вот. И уже вот вышла прогуляться. Всем привет! Сейчас я выхожу из садика. Из моего, того садика, в котором я уже была. Но в том новом садике я уже нету. И я уже там. Пошел свой предыдущий садик? Да. Ты встретилась с друзьями? И как ваша встреча прошла? Хорошо, но мы там ничего не говорили про садик. У вас не было времени нормально пообщаться, да? Да. Понятно. Ну, вы вообще рады друг друга увидеть? Соскучились? Обнимались, да? Только жаль, что там Сёма не было. А где Сёма делся? Надо, вот кто не ходил в садик, надо взять справку. Они не взяли ещё справку. А, ну возьмут, значит, придут. Кто-то ещё, может быть, в отпуске. Наверное, может быть, ещё не все пришли, да? Да. Скоро уже соберутся все. Ну, ты соскучилась за воспитателями? Что там новенького в садике? Ремонт сделали там? Что-нибудь поменяли? Да. Всё. И мы теперь почти старшая группа. И при этом... Что? Сейчас помню. Старшая группа и... И что у вас там поменялось? С этим связано? Что поменялось? Что-нибудь. Ну, там стулья у нас новые. Ещё у нас там новые... Новенькие там... Новенькие вообще там обои, всё такое. Ремонт сделали, да? Ясно. И теперь я сплю на другом месте. Так. Мне хочется на вершинке. Появились игрушки? Нет. У вас там... А, у вас там несколько ярусов кровать, да? Ну, как бы... Не обычная кровать, а поэтажная, да? Угу. Вот так вот, вот так вот. Или наверху. Я хочу наверх, но я сплю внизу. Ага. Ну, ладно. Ничего страшного, внизу тоже хорошо. Не-а. Вверху лучше, что ли? Да. Зато не свалишься. Все дети, которые наверху сплют, они не валятся. Не валятся, они падают. Угу. Я тоже очень рада. Ну, ладно. В общем, в целом ты рада, да? А сейчас мы куда идем? На тренировку. Вот так. Мы идем на тренировку. Ну, все. Пойдем. Всем пока-пока. Пока-пока. Ну, а я, как всегда, свой вложек продолжу дальше. Ой, какие у нас красивые клумбочки тут девочки посадили. Какие молодцы. А вот эти цветочки. Разноцветные. Такие красивенькие. Люблю мимо цветочков, не могу пройти. Что поделать? Ой, я, кстати, смотрю вот этот вот. Что это за цветочек? Как он называется? Кто знает, напишите мне, девочки. Всем доброе утро, девочки мои. День следующий. Но вообще уже не утро. Уже, можно сказать, близится к обеду время. Я проснулась сегодня поздно, потому что я долго не могла уснуть. Уснула, в общем-то, под утро. И проспала до полдвенадцатого. В общем, встала, искупалась. И что я делала ночью? В общем-то, ничего делать мне не хотелось сегодня. Хотя я понимала, горш нужно мне сварить. Ну, я сварила уже мясо. Мясо поставила, оно мне сварилось, почти сварилось. И сейчас мне будет просто быстрее сварить борщ. Еще я сейчас заказала доставку с пятерочки. Хочу арбуз, но тащить его не хочу. Помимо арбуза еще другие овощи мне нужны. В общем, сделала я доставку. Доставка будет скоро. Вот, что у меня еще сегодня? Настю мне сегодня забирать не нужно. Очень хорошо. У меня вечер свободный. То есть, мой день начался поздно. Но сегодня, я так думала, наверное, поздно и закончится. Хотя, кто его знает. В общем-то, у меня по планам сегодня было сварить борщ, искупаться. Я думала, Настю забирать надо ее, не надо. А еще я там хочу уже начать вот эти вот мои стразики. Там другая картинка меня ждет. Сериальчик я вчера запустила. Какой? Вам попозже скажу. Или я уже сказала? Нет. Не сказала, наверное. Вот. Ну, тоже детективчик. В общем, смотрю. Ну, все. Сейчас вот пока раскачиваюсь еще. Уже, в общем-то, я начну сейчас, собственно говоря, резать, чистить и резать овощи на борщ. Буду борщ варить классически. Но я хочу его сварить в мультиварке с добавлением, в общем-то, бульона мясного и мяса. Зажарку делать я буду, но так слегка, чуть-чуть ее немножечко так. В мультиварке сначала как обжарю, пассеровать или как. Короче, я эти слова вечно путаю. В общем, поехали. Давайте уже начнем чистить, резать и готовить. В общем. Вот и доставочка прибыла. 50 минут. За 50 минут они успели. Заказала девочке арбуз. Арбуз вытянул где-то на 6200. Большой. Так. Ну и тут все остальное. Сейчас посмотрим, что там. В общем, из молочки я заказала только творог. Молоко в тетропаке. Можно в холодильник его не ставить. Батон отрубной. И все остальное у меня овощи. Баклажаны я взяла. Здесь сколько? Почти килограмм, да? Перец болгарский. Помидоры. Абулсы по полкило. Нектарины. И зелень. Лук. Петрушка укроп. В общем, самое тяжелое мне притащили. Все, девочки, я все нарезала. В общем, решила сразу нарезать, а потом уже спокойно все закидывать по очереди. Здесь у меня свекла, морковь и лук. Я уже включила режим жарка. Сейчас маслица добавим сюда. И минут 10 пассируем все это дело. Потом кидаю картофель и бульонов заливаю. И в общем, я приготовила картошку. Я взяла одну большую картофелину, потому что слишком много картошки. Я вообще сейчас картошку не ем. Но борщ без картошки это не борщ. Болгарский перчик, помидорчики у меня, капусточка, чеснок, ковровый лист, зелень. В конце уже брошу. В общем, начинаем готовить. Девочки, отвлекали соседи. Борщ уже доварила и поела. Еще и соседи угостила. Меня вот дынькой угостили. Вот такой вот, как торпед. Еще другими продуктами. Обмен продуктами произошел у нас. Друг друга угощаем все время. Смотрю сериал. Сейчас дублинские убийства. Ну, в общем, такой обычный как бы детектив. Особенного ничего, но посмотреть можно. Доброе утро, девочки мои. 6 часов утра. 19 градусов. Солнышко уже выходит. Хорошо-то как. Сидела, девочки, занималась своим досугом. Вот начала картину уже, видите, сверху немного сделала. Отключили свет. А без света тяжело моим глазам. В общем, бегу в садик. Ну вот, девочки, вышла я иду в садик. Иду опять привычной для вас дорогой. Так, солнце сзади меня. Чтоб оно не светило на вас. Сейчас, опять у нас жара. Август продолжается. 30 градусов. И я иду опять в сарафанчике. Волосы заколола. Все, мне жарко, не могу. В общем, начала я картинку делать. Сегодня какой-то непонятный сериал смотрю. Меня удивляет, что я его до сих пор не выключила. Ну, он такой, знаете, средненький. В общем, он там себе показывает. Меня не напрягает сильно. Не заинтересовывает так одним ухом, что за звуки. В общем, одним ухом поглядываю. Послушиваю. Одним ухом глазом поглядывает этот фильм. В общем, такой средненький. Даже и не помню, как называется. И даже не хочу знать название. В общем, я его не рекомендую. Поэтому и название не интересует меня. В общем, я решила сегодня ничего такого не делать. В принципе, у меня сегодня так особо дел никаких. Мне нас надо сейчас просто отвезти на тренировку. И поэтому я решила, чтобы тупо не валяться на диване. Просто сесть и начать делать эту картину. Но я хочу ее делать не так, как в прошлый раз. Быстрее, скорее. А делать я буду ее по чуть-чуть. Чтобы у меня при долгом сиденье не начала болеть спина и ноги, колени. Поэтому так. Чуть-чуть поделаю. Посижу, полежу. В общем, короче, похожу. Что-то буду менять позу. Долго не засиживаться за картиной. Ну, хочу ее сделать. Тоже такая красочная, разноцветная. Мне нравится. Хочется уже результат увидеть. Ну, при том, что я вам говорила, что стразики, они как-то, не знаю, они успокаивают, увлекают. Ну, как-то интересно мне их втыкать, эти стразики. Вот. Ну, жарко. На этой неделе. Начало недели было нормальное. Вот, конец недели я даже смотрела. Там до 33 температура. А следующая неделя будет уже чуть ниже 30, но уже будет нормально. А у нас сейчас отключили свет. И неизвестно, насколько. Но очень хочется надеяться, что когда я приду домой, свет нам дадут. И все будет хорошо. Потому что без сплита жарко. Я сидела, в общем-то, сплит у меня работал. И потом, когда он выключился, стало очень сильно жарко. А я вот вышла, пока иду по чуть-чуть, тут тенечек, выбрала олеечку. Думаю, хоть поболтать с вами. Потому что, честно говоря, когда я просто сижу вот на стуле, мне болтать неинтересно. А когда я иду или что-то делаю, тогда уже болтать интереснее с вами. Вот. В общем, какие-то дни такие пошли. Не знаю. У меня, знаете, вот то ли у меня бывает какой-то наплыв энергии. И я утром просыпаюсь, я что-то начинаю делать. Одно, другое, третье. Я, правда, устаю, но, тем не менее, как бы, вот, что-то одно за другим. А бывает, я утром просыпаюсь, и я понимаю, что мне сегодня ничего делать не надо. Мне не надо никуда идти. Не надо монтировать. Даже, бывает, и снимать не надо. И не готовить, все готово. Вот вроде как бы все сделано. И все. Ну, я тогда ставлю паузу, думаю, ладно. Ничего так ничего. Включаю какому-нибудь сериал. Просто отдыхаю, пока не придет что-то в голову. Но все время отдыхать тоже скучно. Неинтересно, хочется что-то поделать. Так что, ну, не знаю. Сегодня, может быть, уже как бы день прошел. Ничего делать не буду, но хоть бы свет дали. Чтобы не пришлось мне рано лечь спать, а потом проснуться в два-три ночи и мучиться от бессонницы или что-то среди ночи делать. Всем привет! Сейчас я выхожу из садика, уже вышла из садика. И я сейчас саду на тренировку. И когда меня еще бабушка не забирала, меня забирала мама. Я была в старшей группе. Кто, если смотрит мое видео из старшей группы, например, на которую я ходила, тогда подпишите на комментариях. Ладно, здесь очень громко. Да. Так что, всем пока-пока. Пока-пока. Все, мы идем по проспекту. Здесь у нас машины ездят очень громко. А там дальше, я смотрю, мужики сидят, играют в нарды прямо возле проспекта. Хоть бы где-то во дворе сели. Ой, вот так вот. Лето еще пока не закончилось. Близится к концу. Уже наслаждаемся концом лета. Вот так. КОНЕЦ. 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 один творог я купила на доставке девочки потом меня еще пачкает ворога у гостей дома ночью мне сделать тогда уже запеканку все равно запеканку все-таки кушать интереснее чем просто туда хотя просто творог тоже надо есть его не так интересно все перемешала а теперь надо посмотреть на консистенцию и добавить столовую ложку может чуть больше либо сметану либо кефир либо вот у меня йогурт натуральный есть зависимости насколько она жидкая но надо чтобы не было густое сильно так еще ванилинчика хочу сюда добавить я люблю когда у меня ванилинчиком пахнет так ну же можно закинуть сюда изюм можно без изюма делать я люблю с изюмом постоял 10 минут водички в принципе даже если у нас и на разбуху в процессе все равно разбухнет пока будет выпекаться так я бы еще добавила чуть-чуть йогурта но должно быть жидковато немножко тогда на будет сухой еще чуть-чуть на глаз уже делаю уже знаю этот рецепт делала поэтому на глаз уже более менее уже можно выпекать все сейчас положу формочку духовку на 180 градусов и будем выпекать ну примерно 30-40 минут как только подрумянится у меня верхушка значит уже готово все я духовочку включила пока она мне прогревается я взяла кусочек сливочного масла и намажу эту формочку это формочка брала фикс прайс она удобна когда маленькое количество творога у меня форма большая одна туда вот килограмм нормально делать а вот пол кило туда уже неудобно и для пол кило я взяла такую формочку очень удобно вот там я застилаю пергамент а здесь его я не буду застилать и просто смазываю маслом и она не пристает прекрасно готовится уже испробовано теперь выкладываем это дело все сюда и как духовка прогреется разровняем вверх и все вот как раз 400 грамм нормально здесь помещается прекрасно выглядит и духовку но пока у меня выпекается там запеканочка хочу показать вам уже в общем то осталось до середины дайте чуть-чуть вот голову сделать здесь уже будет середина но по чуть-чуть по чуть-чуть но то пока телевизор смотрю ковыряюсь вот в этих стразах так заглянем в духовочку по моему там все подрумянилось уже прошло 40 почти 45 минут в общем пора доставать вот она румяная от стеночки смотрю легко отходит но все теперь надо чтобы она остыла прежде чем ее резать ну вот и все мои хорошие мое видео подходит уже к завершению запеканочка стоит остывает кушать мы и будем на ужин с нас и нас и заберу из садика сегодня к себе и в общем то что она вкусненькая я не сомневаюсь потому что рецепт уже давно проверенный многие из вас кто уже делал тоже писали мне что вам понравился этот рецепт запеканки так что тоже можете приготовить запеканочку на ужин мне кажется вот так вот ну или так вот вечером и поесть можно и на завтра в принципе но на ужин мне кажется когда не знаю что поесть на ужин запеканка выручает со сметаночкой вкусненько вот так вот так ну что мои девочки я хочу это видео закончить сейчас могу сказать что продолжение следует продолжение вы увидите уже следующем влоге а это видео я хочу уже скорее смонтировать чтобы вы его побыстрее на этом я видео заканчиваю пишите комментарии подписывайтесь кто не подписался колокольчик ставьте не забывайте лайки тоже ставьте не забывайте всем пока пока